Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтирии. Сегодня мы будем читать Псалмы Давида по Септуагенти, это греческий перевод. Это считается церковный перевод, и существует русский перевод Септуагенты. Это издание Йонгерова, профессора, крупного ученого, библеиста, который жил до революции, и он осуществил перевод с греческого. Для нас этот перевод имеет огромное значение. Во-первых, он был создан аж в III веке до Рождества Христова, перевод Ветхого Завета. На русский язык перевод делся во второй половине XIX века, начало XX века. И именно с Септуагинты делался перевод славянской библии. Поэтому мы приближаемся к славянскому тексту в исследовании этого перевода. По сравнению с ним, например, синодальный перевод, которым мы пользовались, он более эклитичен, потому что там перевод идет и с еврейского текста, и с Септуагинты, и со славянского, и даже с латыни, с фульгаты блаженного иеронима. А мы будем читать Псалом, и в некоторых случаях, где что-то будет нам непонятно, мы будем смотреть еще дословный перевод с еврейского, как бы это звучало бы на еврейском языке при осуществлении дословного перевода. Итак, Псалом, Псалом 17. Надписание этого Псалма в Септуагинте и в славянском одинаковое. «В конец», вот это выражение «в конец», оно означает, как бы, некая часть смысла этого Псалма относится к последним временам. Так объясняют святые отцы. «Отрока Господня Давида, который произнес Господу слова песни сей в день, в который избавил его Господь от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал». И дальше идет сам текст этого Псалма. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, на которого я уповаю, защитник мой и рог спасения моего, заступник мой». Этот Псалом помещен еще во Второй книге Царств, в 22 главе, и когда мы изучали книги Царей, мы читали этот текст. Что могут означать вот эти слова «защитник мой» и «рог спасения моего», «заступник мой». Вот что значит «рог спасения моего». Как роги ветхозаветного жертвенника спасали невольных убийц от наказания. Об этом мы можем прочитать в книге «Исход» 21.13.14, «Третье царство 2.28», «Лука 1.69». Так и Господь, Он является защитой для всех прибегающих к Нему со словами молитвы. Возможный перевод с древнееврейского. И Он сказал, «Люблю Тебя, Господи, сила моя, Господь мой утес и крепость моя. И кто дает мне гибели избежать? Бог мой, а моя скала, в нем укрытие обретаю, мой щит и рог моего спасения, моя твердыня». То есть божественный рог, он как бы превознесен, и Господь как бы бодается против наших врагов. Но это такая метафора. И действительно мы знаем, что в законе Божьем было написано, что человек, даже обвиняемый в тяжелом преступлении, он подбегал к жертвеннику и хватался за рог жертвенника. Там были роги с четырех сторон, то его не могли побить камнями, даже взять на казнь. Священники должны были разобраться в этом вопросе. И когда как бы весь мир ополчился против нас, и нас обвиняют в страшных грехах, и требуют нашего наказания, мы прибегаем к Богу, и Он – рог спасения нашего, заступник наш. Далее Давид восклицает хвалебную песнь. «Хвалебно призову Господа, и от врагов моих спасусь». Здесь он как бы указывает на то, что хвала Богу – это как некий бронежилет, который защищает человека от злоумышляющих против него. «Объявили меня болезни смертные, потоки беззакония смутили меня, болезни ада окружили меня, сети смерти встретили меня». Вот здесь, конечно, сложное выражение – болезни ада. И мы посмотрим, как это звучит по-еврейски, то есть с еврейского текста. «Муки преисподней окружили меня, меня упредили тенета смерти». То есть болезни ада – это как бы уже, живя на земле, человек переживает муки преисподней. «Сети смерти встретили меня». О чем здесь может говорить Давид? С одной стороны, он говорит, «Объяли меня болезни смертные, и потоки беззакония смутили меня, болезни ада окружили меня, сети смерти встретили меня». То есть он чувствует как бы и свою ответственность за то, что происходит, или он пытается понять, за какие грехи Господь попустил ему терпеть преследования от царя Саула, которые он терпит совершенно несправедливо, но он допускает, что, может быть, это связано с какими-то грехами. И он как бы переживает ад, еще живя на земле. Собственно говоря, ад, он, ад каждого из нас, он и созидается нашими поступками, которые мы творим в этой жизни, как Клайв Льюис говорит, что ад – это дверь, которая запирается изнутри. И Давид хочет разобраться, почему вот эти проблемы в его жизни. «Но в моей скорби я призывал Господа и к Богу моему взывал. Он услышал из храма святого своего голос мой и вопль к нему проник в уши его». Юнгеров обращает внимание на то, что слово «проник», вопль мой проник в уши его, на греческом языке имеется в виду будущее время, то есть проникнет. То есть он как бы начинает молитву с надеждой, что эти слова, они проникнут в уши Господа. Но можно перевести и как «прошлое время», то есть уже проникли. И такое прочтение, оно тоже допустимо. Мы посмотрим, как будет с еврейского языка. «В моем утеснении я взывал Господу и к моему Богу вопил. Он слышал из своего чертога мой голос, то есть слышал, то есть уже слышал, и мой вопль перед ним представал ему в услышание». То есть уже как бы он проникал в его сознание, в сознание Бога. И действительно, вот вопрос божественных обетований, вот здесь есть некая сложность, когда, например, в синодальном переводе Господь говорит Аврааму, «Я тебе отдам эту землю», а мы смотрим как бы дословный перевод, получается, «Я тебе уже отдал эту землю». То есть обетования Божьи, они непреложны. Если даже Господь говорит о будущем, это надо воспринимать как прошедшее. Потому что, когда Бог что-то нам обещает, мы уже как бы это имеем. Даже раньше нашего прошения. Почему? Потому что сказано, что Бог раньше нашей молитвы знает, в чем мы имеем нужду. То есть прежде нашего любого молитвенного прошения Он уже проникает в наши проблемы. «И поколебалась, и затрепетала земля, и основания гор пошатнулись, и подвинулись, ибо разгневался на них Бог». Вот здесь мы видим, как бы, значит, Давид находится в аде. Объяли его болезни смертные, болезни ада. «А Господь слышит его из храма святого своего». То есть как будто бы ад и рай очень близки. Но это, конечно, связано с тем, что Господь объемлет и небо, и землю, и святая святых, и преисподнюю ада. То есть ничто не может укрыться от него. «Поднялся дым», 9 стих, «От гнева его и огонь от лица его воспламенился, угли возгорелись от него». Это как бы действие Бога, которое как бы приводит в движение весь этот мир. «И наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его, и вошел на Херувимов, и полетел, полетел на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим вокруг его, скини его, темная вода в облаках воздушных». Вот такое удивительное описание, как бы движение Бога через катаклизмы в мире природы. «От блистания пред ним прошли облака, то есть раступились, настолько ярко блистание Божие, град и угли огненные все отступает, и возгремел с неба Господь, и Вышний дал глаз свой». «Послал стрелы и разогнал их», то есть врагов Давида, как видно из 18 стиха и следующих стихов, «послал стрелы и разогнал их, и умножил молнии, и привел их в смятение, и явились источники, вот и открылись основания Вселенной от гневного прещения Твоего Господи и от гневного дуновения Твоего». То есть открылись основания Вселенной, то есть как бы до разделения атомов проникает глаз Божий, и эти основания, греки считали, что это именно атомы, из которых создано все, все это обнажается перед окриком Божьим, когда Господь вступается за своих избранных, за царя Давида и вступается таким гневным дуновением уст своих. Об этом сокрушительном дуновении Божьем мы читаем и в Апокалипсисе, когда Христос убивает Антихриста дыханием уст своих. Если мы смотрим лицевой Апокалипсис, мы видим, что когда Христос дыханием уст убивает Антихриста, то из уст Христа исходит меч обоюдоострый, то есть заточенный с двух сторон, который указывает на Слово Божие в книге Ветхого и Нового Завета, потому что Слово Божие сокрушает Антихриста самим Словом Божиим. И далее мы читаем, «Он послал помощь», это 17 стих, «С высоты и принял меня, взял меня из вод многих». Вот воды в некотором случае, особенно в псалмах Давида, они могут означать какие-то несчастья. Там воды дошли уже, там до гортани моей и так далее. То есть клевета, как разлитые мутные воды, хотя воды означают и Слово Божие, это уже чистые воды. Кстати, ереси тоже означают с понятием вод. Мы видим, что когда церковь убегает в пустыню в апокалипсисе, то дракон пускает во след церкви, которая убегает в пустыню, источник воды, то есть это ереси всякие, которые должны будут нанести последний удар по гонимой церкви. Он послал помощь с высоты и принял меня, взял меня из вод многих, избавил меня от врагов моих сильных и от ненавидящих меня, которые были крепче меня. Конечно, демоны и бесы – это высокоорганизованные существа. Любой бес мог бы перевернуть целую планету, но они ограничены промыслами Божьими, они ничего не могут делать самостоятельно, так как Господь в одинаковой мере контролирует и добро, зло и зло в этом мире, потому что он управляет именно всем своим творением. И далее мы смотрим. «Они настигли меня в день бедствия моего». То есть вот эти враги, противники, эти воды мутные. «Но Господь был опорой моею и извел меня на простор, избавил меня, ибо он благоволил ко мне». Что значит «он благоволил ко мне»? В синодальном переводе «благоволит ко мне». Здесь в прошлом времени, в Светтуагенте, «благоволил ко мне». То есть Давид как бы говорит, что Господь и ранее благоволил ко мне и будет благоволить мне. Он не сомневается в помощи Божией, которой и ранее она была оказана ему. Посмотрим дословный перевод с еврейского. «И он вывел меня на простор, и меня он высвободил, ибо он ко мне благоволил». Здесь тоже прошлое время, как и в Светтуагенте. А синодальный перевод предлагает нам именно как бы и благоволит настоящее время, имея в виду и будущее время. То есть одно прочтение как бы не исключает другое. «И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих воздаст мне, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим». То есть Господь воздает нам по чистоте рук наших. А как же наши грехи? Если бы Господь воздавал бы нам по нашим грехам, то никто бы не устоял. В Библии сказано, что Господь даже в ангелах усматривает некие недостатки, тем более в человеках. «Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим». То есть в своих религиозных взаимоотношениях с Богом, а слово «религия» означает «связь», Давид не допускал каких-то неправильных действий. «Ибо все суды Его» в синодальном переводе слово «суды» переведено словом «заповеди» «предо мной и от уставов Его я не отступал». Кстати, с еврейского получается так же. «Ибо все суды Его предо мною и Его законы я не слагал себя». То есть я не сбрасывал себя иго заповедей Божьих, ибо иго есть благо, как Христос говорит. Иго мою есть благо. То есть заповедь дана не для смерти, а для жизни. Тогда немножко непонятно, откуда вы в синодальном переводе взяли слово «заповеди», если Его нету в септуагенте и нету в еврейском тексте. «Ибо все суды Его предо мною», то есть я помню о них, и от уставов Его я не отступал. «Буквально уставы Его не отступили от Меня». Вот так буквально с греческой септуагентой. «И буду непорочен пред Ним и сохранюсь от беззакония моего». Как важно, когда мы именно сохраняем свою непорочность пред Богом. И на славянском это читается как «И буду непорочен с Ним». То есть когда Господь с нами, это может обеспечить нам непорочность. Синодальный перевод пред Ним, а перевод блаженного Иеронима «И буду непорочен Ему». То есть моя непорочность, она принадлежит Ему, Богу, потому что Он является источником чистоты и всякого целомудрия, и всякой непорочности. Давид переживает некий такой кризис, и поэтому для него важно придерживаться непорочности, потому что если ты переживаешь кризис и при этом продолжаешь грешить, то ты как бы роешь могилу для себя. «И буду непорочен пред Ним и сохранюсь от беззакония моего», то есть от собственного беззакония. А как же можно сохраниться от беззакония? Надо быть непорочным. То есть имеется в виду, я знаю беззакония мои, они предо мной вынули, но я не позволю, чтобы вот в эти критические моменты моей жизни они проявлялись. То есть очень важно как бы ограничивать себя в дурных наклонностях, у каждого свои какие-то дурные наклонности, чтобы они не господствовали над нами, особенно в тяжелые критические моменты в нашей жизни. «И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих, пред очами Его. С праведным ты поступаешь праведно, и с мужем невинным по невинности Его». То есть Господь как бы поступает с нами, исходя из того, как мы поступаем с Ним. То ли мы исполняем Его закон, то ли мы нарушаем Его закон. «С избранным будешь поступать, как с избранным, а лукавого не спровергнешь». А лукавого не испровергнешь. И в «Фульгате», например, у блаженного иронима сказано, с развратным сделаешься развратным. Такое понимание разделяет отчасти Зигабен, имеется в виду, что грех порождает другой грех, и наступает какая-то цепная реакция. «С избранным будешь поступать, как избранным, а лукавого не спровергнешь». То есть если лукавый, например, он уже как бы не спровергнут в своем лукавстве, то Господь как бы усилит это лукавство. «Ибо людей смиренных ты спасаешь, а очень гордых смиряешь. Ты вожжешь светильник мой, Господи, Боже мой, ты осветишь тьму мою». Вот это очень важное слово. Господь действительно проницает тьму нашу, когда он приносит в нашу грешную душу свет своего откровения. «Ибо тобою я избавлен буду от искушений, и с Богом моим перейду через стену, Бог мой, не порочен путь его, слова Господни очищены». То есть от каких-то примесей, в них нет ничего человеческого. Он защитник всех надеющихся на Него. И вот святой праведный отец наш, Иоанн Кронштадтский, когда он пишет о чистоте Слова Господня, он пишет, что вот Слово Божие, то есть Библия — это чистый источник воды. А Писание Святых Отцов, Церкви — это тот же чистый источник, но уже с примесью человеческих представлений. А наше Писание, пишет Иоанн Кронштадтский, это уже только замутненные воды. Поэтому Слово Господне — это очищенные слова. Это как бы чистый источник истины. Он, то есть Господь, защитник всех надеющихся на Него. Почему? Ибо кто Бог, то есть кто судья, кроме Господа? Это можно прочитать с еврейского так. Ибо кто судья, кроме милосердного Господа? Или кто Бог, кроме Бога нашего? Кто судья, можно прочитать, кроме правосудного, то есть который всегда судит справедливо? «Бог опоясует меня силою и сделал непорочным путь мой. Он укрепляет ноги мои, как оленя, и на высоте поставляет меня, приучает руки мои к войне, сделал мышцы мои медным луком». То есть он участвует в брани. Но прежде всего, да, мы знаем, что Давид был воин, и мы знаем, что он вел воина Господня, так говорится, в книгах царей, но прежде всего он духовный ротоборец. Как апостол Павел пишет, «Наша брань не против крови и плоти, а против сил злобы поднебесны». «Ты дал мне щит спасения твоего», а в Новом Завете говорится «щит веры», то есть мы спасаемся верой. «И десница твоя поддержала меня, и научение твое исправило меня совершенно, и вразумление твое научило меня». То есть Господь не просто нас защищает, Он нас образовывает, Он нас воспитывает, Он нас направляет по правильным стезям. «Ты расширил шаги мои, и не ослабели ноги мои». Давайте посмотрим, как этот интересный стих звучит с еврейского оригинала. Здесь получится. «Он уподобил мои ноги ланям, и на моих высотах Он ставил меня». Ну, чтобы людям было более понятно, вот составители септуагента перевели так. «Ты расширил шаги мои, и не ослабели ноги мои». А по-славянски это звучит «Уширил еси стопы моя подо мною, и не изнемогости плесни мои». И в окончании этого псалма мы читаем «Буду преследовать врагов моих, и настигну их, и не возвращуся, пока они не погибнут. Стесню их так, что они не смогут встать, падут под ногами моими. И ты опоясывал меня силой на брань, и изложил всех восстающих на меня под ноги мои. И показал мне хребет врагов моих, и ненавидящих меня истребил. Они выпияли, но не было спасающего. Обращались ко Господу, но он не услышал их». Вот в каком случае Господь не слышит гибнущих тогда, когда они сами являются виновниками своей собственной погибели. Господь уже не услышит их вопля. Или когда они смешали свои молитвы с беззаконной жизнью. Так в день суда, как говорится в Новом Завете, многие будут говорить, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, не Твоим ли именем чудеса творили, а Христос скажет им, «Отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть они совмещали свою религиозную жизнь с греховными делами и не имели сокрушения в этих греховных делах и поступках. Давид тоже совместил грех прелюбодеяния с грехом убийства, но Давид раскаялся в этом своем состоянии. И мы имеем целую серию его покаянных псалмов, которые являются подтверждением этого. А те, которые не искали раскаяния и прощения в Боге и с Богом, а стали выпиять только в момент гибели, к ним именно относятся вот эти слова, они выпияли, но не было спасающего, обращались ко Господу, но он не услышал их, потому что все это было уже поздно и излишне. «Развею их, как прах, пред лицом ветра, счищу их, как уличную грязь». И далее, 44 стиха. «Избавишь меня от народного возмущения, поставишь меня главою народов. Народ, которого я не знал, послужил мне». О чем могут быть вот эти слова? Здесь, конечно, христологическая тема, христологическая тема, потому что Христос — это тот, который был чудом воскресения, избавлен от народного возмущения, толпы, которая кричала «распни, распни его!» и он стал главою народов, многих народов, потому что под знаком креста преклонилась вся Римская империя. К Давиду эти слова никак нельзя отнести, он был правителем только еврейского народа, а здесь говорится «избавишь меня от народного возмущения», это можно отнести только к евреям, «поставишь меня главою народов, ибо многие народы вошли в церковь, а Христос — глава церкви. Народ, которого я не знал, а послужил мне». То есть придут такие дальние народы в церковь, о которых в однеземной жизни Христа никто не знал и не слыхал. «По слуху повиновался мне, а иноплеменники солгали мне». Что значит «по слуху повиновался мне»? То есть мы не видели Христа, мы только слышали о Нем, то, что написано в Евангелиях, то, что нам рассказывает церковь, «но мы повинуемся». А иноплеменники, которые солгали ему, это язычники, язычники, которые верили во многих богов и не почитали единого истинного Бога. «Иноплеменники одрехлели и уклонились от стезей своих». А как язычники могут уклониться от стезей своих? Если они уклонятся от своих стезей, то и слава Богу, потому что их стези, они неправильные стези. Имеется в виду, что у язычников тоже есть элементы представления о морали, нравственности. Как Павел говорит в послании к римлянам, язычники, не имея закона, по природе законное дело, всем самым обнаруживают, что закон написан в их сердцах. Они не только продолжают почитать идолов, они даже отступают от тех табу, запретов, которые как бы всеены в их собственные сердца. И юнгеров предлагают объяснение, то есть враждебные народы оказали притворные повиновения, а потом восстали на Давида, сами погибли и потеряли свою власть. Здесь делается юнгеров перенос на Давида, но я не думаю, что он абсолютно точен, а какими народами управлял Давид. Он отгонял эти народы чуждые, а под свой царский скипетр он никого не принимал. Это очевидно. И Давид восклицает, «Жив Господь и благословен Бог, и да будет превознесен Бог спасения моего». То есть он чествует Бога как своего личного спасителя, потому что для него важно осознавать, что Бог, которому он служит, это Бог, который любит его, спасает его, заботится о нем. Бог, который воздаст за меня, то есть отомстит за меня и покорил мне народы. Избавил меня от гневных врагов моих, от восстающих на меня, ты удалишь меня от мужа неправедного, ты избавляешь меня. Многие пророчества, которые относятся к Давиду, они относятся и ко Христу, который называется сыном Давидовым по плоти. «Посему я исповедуюсь тебе, Господи, среди народов, и буду петь твоему имени». По отношению к Христу Христос как бы посредничает перед Богом Отцом за все народы, хлопочет за них, как и сказано в Новом Завете, один ходатай, один посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. И последний стих этого псалма «Прославляя спасение царя». То есть он будет петь Господу, прославляя спасение царя. Но если Давид сам царь, как он может петь Богу песнь, прославляя спасение царя? Какого царя? Грядущего царя, царя царей, Христа Иисуса, который умрет и воскреснет. Умрет за наши грехи, воскреснет для нашего оправдания. «Ты творишь милость помазаннику своему Давиду и семени его даже до века». А семя его – это Христос. И то, как Христос будет превознесен над всем творением как Творец, это та реальность, которую Давид созерцает почти за тысячи лет до Рождества Христова и в том числе в этом псалме. Продолжение следует...